Когда стартует всероссийская перепись населения? Итоги интернет-опроса по оценке эффективности работы органов власти, а также почему важно поторопиться с уплатой налогов, смотрите в нашей рубрике «Телетайп новостей». В Краснодарском крае проводится интернет-опрос по оценке эффективности деятельности органов власти и качества оказания услуг предприятиями ЖКХ. Мониторинг является важным информационным ресурсом на уровне субъекта Российской Федерации, который позволяет получить комплексное представление о состоянии дел во всех муниципальных образованиях Краснодарского края, а также о наиболее важных проблемах каждого муниципалитета. По итогам мониторинга за 2018 год Славянский район входит в десятку лидеров, занимая седьмое место среди 37 муниципальных районов края. Администрации района все показатели краевого мониторинга и социологического опроса жителей проанализированы, приняты решения по проблемным вопросам и определены основные направления работы в дальнейшем социоэкономическом развитии муниципалитета. В следующем году пройдет всероссийская перепись населения. Стартует она 1 октября 2020 года. В течение месяца любой житель страны сможет самостоятельно переписаться по интернету на портале госуслуги. Для этого понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись. С 4 октября переписчики с планшетами обойдут квартиры, дома и опросят жителей страны, не принявших участия в интернет-переписи. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Тем, кто уже переписался на портале госуслуги, достаточно будет показать код подтверждения. На территории Славинского района продолжается общероссийская антинаркотическая акция «Сообщик, где торгуют смертью». Задача акции – привлечение общественности к участию и противодействию незаконному обороту наркотиков. Граждане круглосуточно могут сообщать о фактах продажи наркотиков, адреса притонов, где употребляют психотропные вещества, места хранения и продажи наркосодержащих растений. По телефонам дежурной части отдела МВД России по Славинскому району 2 10 72. 2 декабря заканчивается срок уплаты имущественных налогов физических лиц. В текущем году жителям Славинского района направлено 61 тысяча налоговых уведомлений, в том числе на электронный интернет-сервис в личный кабинет налогоплательщика. В случае неполучения налогового уведомления рекомендуется обратиться в любой налоговый орган для его получения и своевременной оплаты налогов. В случае несвоевременной уплаты будет начисляться пеня. Редактор субтитров А.Семкин